Беларусь 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 И сейчас продолжается, еще раз говорю, вся эта эпопея, и большое количество экспертов про это говорят, приведет просто к падению экономической активности, которая, наоборот, точно так же скажется. Как там они говорят, жир накопили, сокращайте расходы. Ну а какие главным образом расходы у нас в первую очередь сокращаются? У нас режется, конечно, абсолютно верно, да. У меня было питание про внутренний опыт. Что там у нас с беспроцовым в Украине? А тут очень интересная ситуация. Их там 3 с небольшим процентом. Но тут что интересно, безработица не растет, казалось бы, но она не растет на фоне постоянного снижения числа занятых в экономике. Это давний тренд, мы про него говорили. Сейчас вот очередной исторический минимум числа занятых в стране за 9 месяцев это минус 50 тысяч. То есть это либо выбытие из числа экономически активного населения за счет старения, выход на пенсию, что тоже является фактором. Но вряд ли это было бы так быстро. И так стареющая нация уже достаточно давно, это не в этот год случилось. И второе это, конечно, миграция. Вот два вот этих фактора, сочетающихся вместе, исторический минимум по числу занятых и не увеличивающее число безработицы, говорит о том, что люди не уходят из работы в безработные. Они уходят вообще из экономически активного населения в стране. Они становятся экономически активными людьми в других странах. Вот. И эта тенденция неостановима. Остается последняя. То есть, ну, вот из компонентов ВВП, да, чистый экспорт, на который они рассчитывают, там, вероятнее всего, продолжится тенденция восстановления, но вряд ли она будет теми темпами, на которые они рассчитывают. Внутренний спрос находится по-прежнему в рецессии, да, остается, как бы, только инвестиционная составляющая. То есть, частные инвестиции по-прежнему, на них, в общем, влияния нет, и там перспективы всерьез не улучшаются. А вот то, о чем они говорят, да, то есть, как это, возврат к основам политики Прокоповича, будем стимулировать экономический рост путем государственного спроса. Опережающий рост внутреннего спроса за счет наращивания инвестиций в основной капитал. Реализация 129 региональных, 51 импортозамещающего, 14 интеграционных проектов на 4 миллиарда белорусских рублей, которые обеспечены источниками и механизмами финансирования. Ну, источники и механизм финансирования, я так полагаю, это, главным образом, кредиты России. Само по себе идеология вот такого рода инвестиционных проектов, она сама по себе изначально была убогой, она изначально была неверной. Потому что задачу, которую они пытаются решать, это, на самом деле, не задача экономического роста. Это изначально была политика сокращения регионального неравенства. Когда начали образовываться локальные ловушки бедности, когда невозможно было развивать бизнес, потому что не было квалифицированной рабочей силы, а квалифицированная рабочая сила уезжала, потому что нет бизнеса, и ты вот в этой спирали нисходящей находишься. Ну, в общем, я уже как-то в новостях это комментировал, такой аналог, понятно, что труба пониже, дым пожиже, но политики мало, домно в каждый дом. Ничего в этом, как бы, перспективного нет. А что там отбывается с экспортом, в первую чергу, в Россию? Накольки мы ведаем, Беларусь отрымала махчимость поставлять нафтопродукты. А вот по топливу тут действительно интересная история. Значит, пишут, что с 10 октября эта схема поставок с белорусских НПЗ в Россию возобновилась. Значит, как это теперь работает? Исключительно не рыночная схема, то есть специальное юрлицо, промсырье импорта, это российская государственная компания, которая находится давно под санкциями, покупает этот промсырье импорт, после чего, купленное по высоким ценам белорусским, ну, из-за разницы, значит, он продает это дистопливо на бирже Санкт-Петербургской, где, собственно, оно в России продается, где, собственно, рыночная цена и образуется, она ниже, а убытки ему компенсируются из бюджета. Тиковая схема. Да, мы же разбирали еще несколько месяцев назад сообщение о том, что Россия будет нас включать в механизм вот этого демпфера, который существует. В России мы разбирали, что это такое за механизм, это компенсация части разницы между внутренней ценой и ценой экспортной, значит, на светлые нефтепродукты. Действительно добились такие компенсации, значит, из бюджета. Значит, выплаты по демпферу могут составить 200 миллионов рублей, говорят они. Значит, просто чтобы оценить тенденцию, которая получается, если не будет наращивания, если примерно в таких же объемах за две недели и дальше это будет работать, то есть, если, значит, нам бы Россия компенсировала весь выпадающий объем, покупая все дистопливо, которое шло в Украину, было бы перенаправлено в Россию, то объемы выплат по демпферу, они, по сравнению с теми, которые есть по тенденции, они должны быть более чем в 10 раз больше. То есть, пока еще довольно несерьезные объемы. Ну, тубок поставки у России не компенсует то, что Беларусь отрымливала в Украине? Совершенно нет. Объемы, пока только две недели работает эта схема, это 8,5 тысяч тонн межсезонного дистоплива. Пока это дистопливо, это только 1,5% от общего рынка. На фоне заполненного рынка нефтепродуктов есть конкретный дефицит дизеля морозостойких сортов. Это дистопливо, которое зимнее, ты понимаешь, где понадобится. Это зимняя военная кампания, там танки, грузовики и все вот это вот. Со внешним гандлем, зразумело, урат различивая на нафтопродукты у Россию, а вернемся до внутренних опытов. Была история про легпра. Есть тут некие махтшимости для роста экономики? Вот на самом деле, казалось бы, такая неважная вещь, как совещание Лукашенко по легкой промышленности. Я думаю, что это такая канарейка в шахте, как лакомная бумажка, по которой можно будет следить вообще о реалистичности планов правительства в нынешних условиях санкционных. Я объясню, о чем идет речь. Вот смотри, помнишь, когда-то была такая плодотворная дебютная идея Лукашенко сразу после валютного кризиса 2011 года, когда у нас там девальвация привела к тому, что стало возможным производить на экспорт, он тогда говорит, а теперь мы на плечах бегущего противника сейчас проведем модернизацию, и они придумали, казалось бы, просто идеальную отрасль, деревообработка. Ну, то есть, это должен был быть идеальный проект, потому что никакого импорта, возобновляемое, само растет сырье отечественное, да, абсолютно верно, перерабатываем, и экспортный потенциал, потому что мебель, да, значит, ну и плюс там даже отдельная, там не обязательно мебель, там ДВП и прочие все эти вещи. Значит, умудрились вот в идеальном кейсе провести модернизацию так, что эти предприятия долго еще не способны рассчитаться, значит, со своими долгами. Окей, сейчас у нас должно расцвести импортозамещение. Тогда ниши освободили, сейчас мы ринемся, Лукашенко уже понял, что далеко не все ниши они занять могут, потому что технологическая эмбарго означает, что не хватает каких-то очень маленьких, пускай, но важных запчастей, из-за этого ничего не работает. Да, с микроэлектроникой, в общем, уже выяснилось, что там что-то как-то, значит, интеграл, это была иллюзия его технологического могущества. А вот тут-то, я просто процитирую несколько интересных вещей, да, то есть Лукашенко говорит, все, есть технологии швейной машины есть, культурный персонал есть, да, давайте, давайте, делайте, да. Дальше, смотри, что он говорит. Вы вообще монополисты, у вас нет настоящей конкуренции. Можно было бы подумать, что он говорит о том, что это из-за ухода иностранцев, но нет, смотри, про что он говорит. Сюда возили от трапья, секонд-хенд, который пользуется, как мне говорят, популярностью у населения, до брендов, и у нас или трапки покупали, или бренды, а там, где должны работать предприятия страны, их было двух тысяч, там у нас была дыра. Дыра в чем? Завозе, утверждает он. То бишь, им по импорту, как он думает, ходил только, значит, либо брендовые вещи, либо совсем уже секонд-хенд. Вот по их логике, вот есть ценовая ниша, в которой у них конкуренции вообще нет. Ему вторит Лугина о том, что, говорит, мы конкурируем на внешних рынках, а внутри-то мы, типа, ну, не конкурируем. Да, ну, имеется в виду, что, значит, не конкурируют. Она имеет в виду, конечно, что это целиком зарегулировано настолько, что производители работают как один из-под концерна. То есть, между собой, значит, ценовой конкуренции нет. Вот. И это, на самом деле, довольно важный момент, потому что... А в чем тогда надежда на импортозамещение здесь? Что заминало порцевать ранее? Вот это самый главный вопрос. Что мешало работать раньше? Ну, наверное, то же самое, что мешает и сейчас. То есть, как бы, понимаешь, отсутствие конкуренции приводит к тому, что ровно это Лугина и говорит. Блорусская одежда не может быть дешевой. Причина этому – дизайн, качество и надежность. Ну, и так далее. Странение дешевого товара априори, потому что... Так если нет дешевого товара, почему же тогда вы конкурируете с секонд-хендом? Потому что, значит, потребительский спрос находится все-таки не там? То есть, как раз-таки это означает, что можно сколько угодно говорить, что мы по цене качество самое лучшее, но ведь это оценивает не производитель, это оценивает потребитель. И потребитель, на самом деле, смещался в более дешевые вещи, либо считал, что для этого качества наши товары дороже, чем должны были бы быть. А теперь смотрим, наконец, на это импортозамещение. Да, ведь у нас уже достаточно долго существует проблема с импортом. Там же у них существуют эти планы, которые долгосрочные, какая доля должна быть подовольственных. Да-да-да, вплоть до того, что даже KPI у них есть, сколько должно быть. И если по продовольствию они еще более-менее движутся, по промышленным товарам там доля просто снижалась, снижалась и снижалась. Сейчас она в этом году впервые начала расти. Не сказать, чтобы сильно, но начала расти. Выросла она существенно меньше, эта доля отечественных товаров, чем могло было бы быть, если бы учитывать вот тот самый уход брендов, образовавшиеся ниши и прочее, прочее, прочее. Почему так? А вот вопрос, это значит, что кто-то их заполнил, и заполнил их, скорее всего, товары из России. Понимаешь? Зразумево. И вот это вот интересный момент. Важный фактор роста цен в Беларуси связан с тем, что белорусский рубль слаб по сравнению с российским рублем. Или российский рубль крепче, чем должен был бы быть. Соответственно, если из России что-то приезжают и занимают, то ты видишь более дорогой товар. То есть, это означает, что вы не только не можете конкурировать там, где у вас не было конкуренции, вы не только не можете занять ниши, которые освободились от ухода брендов, вы не можете конкурировать по цене с приезжающими товарами из России, которые априори из-за вот этого ценового фактора оказываются дороже. То есть, как вы увеличите долю отечественного товара? И я уже слышал такую полуконспиративную версию, которую высказывал Валентин Соколовский, журналист. Когда только это все начинался, вот этот дурдом с ценами, он говорил о том, что его версия заключается в том, что это передел рынка, потому что ниши начали захватывать русские, а не было русские товары. И вот эта косвенная борьба с ценой, есть способ их отжать, эти самые ниши. Вот о чем идет речь. Но просто если эта цель стояла, заодно и долю отечественного товара увеличить, то это решение из серии гильотина вместо аспирина в случае головной боли. То есть, оно создает гораздо больше долгосрочных проблем, чем решает текущих задач. Но в любом случае, еще раз подчеркиваю, теоретически, если бы белорусская экономика, в ней не были бы нарушены вот эти вот прямые обратные связи, если бы действительно цена играла роль, что называется, сигнала, с помощью которого экономические агенты принимают решения, то действительно их мысль о том, что Легпром должен был бы отреагировать первым, она абсолютно верна. И действительно там имело бы смысл этого ждать. Но две особенности, которые существуют, одна структурная, это вот это вот отсутствие конкуренции в этой самой нише, которая должна была бы работать, которая приводит к тому, что вы не можете произвести или не хотите, или так устроен у вас этот бизнес, что вы не можете произвести качественно и дешево. И второе, это еще раз говорю, то, что не работает, вы закрыли механизм цены, который бы определял, какие ниши освободились и куда имеет смысл идти. Ну, ты лично, что Легпром – это новое древо перапрацов. Абсолютно. С теми самыми выниками. Да, да, еще раз говорю, именно Беллегпром находится в самых тепличных модельных условиях, в которых, по идее, он мог бы работать. То есть, если даже он провалится в этих условиях, будет означать, что вся политика стимулирования внутреннего спроса, импортозамещения, увеличения доли белорусских товаров, соответственно, увеличения производства не только на экспортной, но и на внутренний рынок, она вся не будет работать. Сергей Чалл рекомендует сподеваться на суд. Да, причем и властям, и населению. Следите за новыми выпусками в Ютьюбе и социальных сетях. С вами были Сергей Чалл и Федор Павличенко. До побочения. Всего доброго.